Правительство выделит 2,5 миллиарда гривен на строительство аграрных предприятий. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр. Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство намерено развивать и поддерживать отечественного производителя. Подробнее Александр Васильченко. На заседании Кабмина приняли план развития аграрной промышленности и сообщили хорошие новости для производителей сельхозтехники. С бюджета для них выделили 1 миллиард гривен. А фермерам, которые будут эту технику приобретать, возместят 25% стоимости. Рассчитывают в Кабмине в этом году и на увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней и овец. Мы направляем 2,5 миллиарда гривен на строительство в стране молочно-товарных комплексов, ферм, господарств, в которых люди сами выращивают в великую рогатую художню. И мы каждой такой родине, каждому такому домогосподарству, за каждую голову такой художнику заплатим в год 2,5 тысячи гривен. 70% вартости посадкового материала будет компенсовано державой. Единственное вопрос, чтобы этот посадковый материал был выработан в Украине. Для успешной реализации аграрной программы решили кредитовать фермеров. Ставку обещают по европейским нормам. Говоря о ставках по кредитам, для фермеров это будут кредиты со ставкой 1% годовых. Для тех, кто в животноводческой отрасли будет строить фермы, это будет 3% годовых. Мы поддерживаем те отрасли, которые создают рабочие места. Во-вторых, мы поддерживаем те отрасли, которые работают на внутренний рынок. Говорили на заседании о вопросах, которые давно требовали решения. Минсоцполитики позволили расширить список тех, кто претендует на единоразовые выплаты в связи с событиями во время революции достоинства. Постановление Кабмина откорректировали после обращения активистов. Мы с сечня месяца начали выплаты в полном оксице. Всех тех денег, которые нужно было выплачивать еще и годами. Мы их выплатили, выплатимы все буквально. Или уже выплатили, или сейчас еще завершим процесс выплат по всей стране. В Кабмине обещают, что потерпевшие получат деньги уже в ближайшее время. Александр Васильченко, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.